Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренные частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. Следствием в настоящее время рассматриваются две основные версии случившегося крушения самолета. Это ошибка пилотирования в связи со сложными метеоусловиями и техническая неисправность самолета. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, изъята летная документация, изучаются действия оперативных служб аэропорта, ну и ряд других следственных действий направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководители субъектов, чьи граждане, прописанные на территории которых погибли в этой катастрофе, а это 4 субъекта Российской Федерации, конечно же, большинство погибших, это граждане, проживавшие на территории Ростовской области, города Ростов-на-Дону, приняли решение о выплате дополнительных компенсаций из региональных бюджетов. Ну, здесь, я думаю, что Василий Юрьевич прокомментирует эту тему по линии Ростова-на-Дону. Да, такое решение уже принято. 28 из 41 погибших в этой территории Ростовской области, это ростовчане. И решение такое принято, подготовлены документы. Мы практически сразу будем готовы приступить к реализации этой задачи в этой ситуации. Мы договорились и с коллегами, насколько мне известно, о том, что такие же компенсации будут выплачены и в тех регионах, где есть погибшие. Мы практически мгновенно приступим к решению этой задачи. Я надеюсь, что, если позволят ситуацию, уже и завтра. Но точно не возьмем понедельник. Те нормативы, которые установлены в самой авиакомпании диспетчеру, это неизвестно. Поэтому наши диспетчеры работают полностью в соответствии с требованиями международных правил. И нет никаких оснований ставить таким образом вопрос о недостатках деятельности диспетчера. Мы увидели, что на месте авиационного происшествия уже обнаружены средства объективного контроля. Это самописец параметров полетов. Это речевой самописец. Первый самописец записывает параметры полетов и режимы работы различного рода систем воздушного судна. Второй самописец записывает разговоры в кабине экипажа и переговоры членов экипажа с диспетчерами. Визуальным осмотром установлено, что можно предположить, что оба самописца будут подлежать расшифровке.